Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Степановича Коковина. А вы знакомы с кактусом-блогером, который может многое рассказать о школьной жизни? Еще нет? Тогда послушайте отрывки из повести Екатерины Минаевой записки кактуса со школьного подоконника. Фрукт был довольно большой, весь красный и назывался Сердце дракона, по-научному Петахайя. Его привез Ромкин дядя, программист из Вьетнама. Ромка в обликах фрукт съел, вкус не понял, а одну семечку посадил. Появился росток. Совсем скоро росток стал похож на маленький кактус. Ему постоянно хотелось обнимашек, а может просто было желание поздороваться. Ромка надевал кухонные варежки-прихватки на синтепоне и со словами «Привет, лунатикам!» чесал кактус у пузика. Днем кактус активно развивал мелкую моторику колючек, ковырял дырочки в тюле и плел косички из бахрому. Ромке нравилось, что кактус нужно поливать редко. «Очень трудно вспоминать про Поливы, когда ты еще и учишься в математической школе, да еще и в том самом пятом Г, у той самой Полины Алексеевны, которая...» «Так, Роман, повтори, что я только что сказала!» «Даже на стуле покачаться некогда!» «И почему он должен все повторять?» «Может быть, у него в классе самый громкий голос?» Ромка вел свой канал про видеоигры, иногда снимал мультики о компьютерном человечке Стикмане. Мечтал стать программистом, когда вырастет. А своего колючего друга считал секретным оружием в случае зомби-апокалипсиса и надежной защитой при попытках тайного проникновения недоброжелателей через окно. Кактус понятия не имел, что совсем скоро с ним случится новоселье, и у него появится свой блог. Из него-то все и узнают про пятый Г. Как я помог подруге. «Улька, дай пирожок!» «Отстань, Перегудин, я сама еще не завтракала!» «Ага, ты просто для Петрова хранишь!» «Еще чего!» – сказала Улька и залилась румянцем. «Я сама съем!» На перемене Улька предложила пирожок Петрову. Петров сказал Ульке спасибо и пирожком угостился, потому что пирожки у Ульки были вкусные, с повидлом. Петров доел пирожок, подсел к Иванцовой и включил ей видео на телефоне. «Отстань, Петров, со всякой ерундой!» – сказала Иванцова и вышла на перемену. Петров вернулся за свою парту, аккуратно подготовился к уроку. Достал книгу про соотношение сил перед началом Великой Отечественной войны и стал читать. «Ну, хотя бы сытый!» – прошептала Улька. «Ничего ты, Ульяна, не понимаешь! Ты к Петрову с пирогами, а ему Иванцова нравится!» «А почему она ему нравится? Подумала?» «Ты сам-то много понимаешь, Перегодин!» «А может, и понимаю! Может, у меня метод есть!» «Это какой же! Ты будь как она, только лучше!» «Не поняла!» «Ну вот смотри! Что у Иванцовой за тест по окружающему миру?» «Тройка, по-моему! А ты пару получи!» «Ну вот еще придумал!» «Так тебе, Петров, нужен или нет?» «Да никто мне не нужен! Вот пристал!» «А еще Иванцова рот вот так рукой прикрывает и хихикает!» «Вот так?» «Си-си-си-си-си-си!» «Ну да! Только противней хихикой!» «Но это легко!» «Иванцова за клички умеет петь!» «Она в народный хор ходит! Парочку выучи!» «Я петь-то совсем не умею!» «Да что там уметь! В закличке кто угодно петь может!» «Там главная громкость!» «Помнишь, как Иванцова поет, что аж уши закладывает, а остальное не разберешь! Ни слов, ни пения!» «Помню, помню!» «Может, просто крикнуть изо всех сил!» «Я когда в деревню приезжаю, в поле выйду и как закричу!» «Даже перепелки разлетаются!» «Ну вот и отлично! Считай, Петров уже почти твой!» «Ну потому что самое трудное осталось! Парик нужен и туфли, как у Иванцовой! Красные!» «Какой еще парик? Какие туфли? Ты перегуден уже совсем?» «Ну посмотри, Иванцова брюнетка, а ты?» «Одна коса и та рыжая! Еще и туфли у нее вон какие! А ты в кроссовках ходишь!» «Где же я парик-то тебе возьму с туфлями? Откуда мне знать, где девчонки все это берут? Я тебе план составляю, а ты уж ищи где хочешь!» «Постой-ка! Парик у меня есть! Я в детском саду белоснежку играла! У меня костюм до сих пор лежит вместе с париком! А туфли поищу, но не уверена!» «Вот и ищи! От твоих усилий зависит ваше с Петровым будущее!» Дома Улька нашла парик, немножко похихикала для тренировки. Уроки решила попросту не открывать, чтобы уж точно на троечку не наработать. Попробовала крикнуть, перепелки не разлетелись. «Откуда перепелки в московской квартире?» Зато сосед снизу постучал по батарее. «Одна проблема, туфли ну никак не находились!» «Никаких красных туфлей даже у мамы нет! Она в кедах ходит!» – опустила руки Улька. И тут она вспомнила, что бабушка показывала ей свои босоножки из молодости на 12-сантиметровых каблуках. Мама их выкинуть хотела, но бабушка запретила. «Так-так!» Улька залезла на верхнюю полку и стала рыться. Вскоре она достала заветную коробочку. «Как же я люблю бабушку!» – обрадовалась Улька. «Теперь держись, Петров! Я тебе устрою соотношение сил!» Улька запихнула бабушкины босоножки в мешок для сменки, нацепила парик под шапку, пока бабушка ей в школу бутерброды собирала, и побежала в школу навстречу своей судьбе. В школе она надела босоножки и почему-то стала выше всех. Даже выше Полины Алексеевны. Полина Алексеевна Ульку в парике и на каблуках не узнала и прошла мимо. «Хи-хи-хи-хи-хи!» – хихикнула Улька, прикрывая рот ладошкой. Оставалось добраться до четвертого этажа, чтобы поразить Петрова за кличками и получить заветные двойки. Держась за перила и проходящих рядом, Улька кое-как добралась до кабинета. «Эй, Петров, ну что ты теперь скажешь?» В дверях 407-го кабинета, держась за дверной косяк, стояла Улька в парике Белоснежки и красных бабушкиных босоножках. Петров как-то весь сжался, паник и уткнулся носом в соотношении сил. Но и так было понятно, что силы не равны. «И что я нашла в этом малохольном?» – подумала Улька и уселась на свое место. «Слушай, Перегудин, ты-то пирожок будешь?» «Пирожок буду», – ответил Перегудин. «Только ты парик сними и с контрольной повнимательней. У нас с Петровым вкусы разные». Шкафчик-дрочуна. В раздевалке бассейна было 328 шкафчиков. В общем-то, ничем не примечательных. Все серенькие с кодовым замком. Кодовый замок в шкафчиках периодически заедал. Тогда дежурная брала ключик и шкафчик открывала. «Твое?» – спрашивала она. Отвечали по-разному. «Если утвердительно, значит все просто. Одевайся, суши волосы и дуй домой». А если предполагаемый хозяин шкафчика мотал головой в разные стороны или вообще терял до речи, тут начинался самый настоящий детектив. Открывались соседние шкафчики, потом соседние соседних, а потом выяснялось, что юный пловец забыл напрочь, какой шкафчик его. Оставалось надеяться только на сыскной талант, дежурный с ключами. За одним же шкафчиком числилась очень загадочная история. Внешне он ничем не отличался от остальных. Такой же серенький кодовый замок на нем заедал точно с такой же чистотой, как и на других. Поговаривали, что давным-давно в этом шкафчике переодевался Васька Легкоступов, который был грозой всего бассейна, а потом ушел из плавания в спортивную школу по самбо и стал известным борцом. С тех пор почему-то именно в этом шкафчике переодевались одни только дрочуны. Например, Никита Борейкин, который любил отвешивать подзатыльники направо и налево. Телосложение у Никиты было поистине богатырским, но вот силу свою он расходовал не на благие цели. То маленьких обижал, то чужие шампуни в душе прятал, то полотенце перевешивал. Выходит, какой-нибудь мальчишка хочет душ принять после занятия, а у него ни мыло, ни полотенца. Чем мыться, чем вытираться, непонятно. А Борейкин только посмеивается. Вот растеряха, совсем не умеешь за своими вещами следить. Все вздохнули, когда Никита Борейкин переехал в другой район и сменил школу плавания. Но вместо Никиты Борейкина взяли Даню Гусочкина. Даня как Даня, ростом высокий, но довольно худенький. Переодеваться он, правда, начал именно в шкафчике Никиты. На это все сразу обратили внимание. А потом началось. Если кто-то Даню обгонял на дорожке, он в другой раз такому задаваке со всей силы под дых мог врезать, прямо под водой. От неожиданного удара плавец скрючивался и уже ни о каком обгоне и речи не шло. Обидно, досадно, но связываться с Гусочкиным никто не хотел. То ли боялись фирменных ударов под дых, то ли история со шкафчиком производила на всех такое впечатление. Но однажды на плавание пришел Тишка. Он хоть росту был невысокого, но переодеваться любил в верхних шкафчиках для взрослости. В тот день были соревнования. Приехали ребята из других спортивных школ. И свободным из верхних шкафчиков оставался только шкафчик Дрочуна. Тишка понятия не имел ни о каком шкафчике Дрочуна и прочих местных легендах. В школу плавания он пришел недавно. И то лишь потому, что мама настояла. До плавания Тишка учился в музыкальной школе на барабанщика, а еще хотел стать программистом. Математика давалась Тишке с боем, поэтому он решил поступить сначала в консерваторию, а потом уж становиться программистом. Но мама почему-то думала, что программисту помимо музыки необходимо еще и плаванием заниматься. Тишка закинул вещи в шкафчик, где последнее время переодевался только Гусочкин. А до Гусочкина – Борейкин. А до Борейкина наверняка еще какой-нибудь Дрочун. А до какого-то Дрочуна самым первым переодевался Васька Легкоступов, который стал известным борцом, а потом вообще очень важным человеком. Даня Гусочкин очень удивился, найдя свой шкафчик запертым. Раздумывать времени не было. Он и так опаздывал. Он переоделся там, где было свободное место. В заплыве на скорость его поставили с каким-то новеньким. По свистку ребята оттолкнулись от бортика. Новеньким был как раз Тишка. Сначала он плыл наравне с Данькой, а потом пошел на опережение. «Ну, сейчас ты у меня попляшешь!» – пригрозил Данька. Но под водой было слышно только бульк-бульк-бульк. Услышав свисток, Данька оттолкнулся от бортика и со всей силы двинул новенькому в живот. Тишка почему-то не скрючился, а развернулся в обратную сторону и со всей силы вдарил обидчика кулаком в нос. Такого поворота Гусочкин никак не ожидал. «А ну вылезли оба из воды!» – загромыхал тренер. Тишка быстро вылез, а за ним засеменил и Гусочкин. «Испугался?» – злобно процедил Гусочкин, проходя мимо Тишки и толкнул его. Тишка свалился в воду. Окружающие увидели, как Тишка моментально выскочил из воды и, не обращая никакого внимания на свисток тренера, вцепился в Гусочкина. Тренеру ничего не оставалось, как только самостоятельно растащить дрочунов и заставить их отжиматься 70 раз. После занятия Даня вошел в раздевалку. Он решил в следующий раз обязательно разобраться с этим новеньким птишкой и вдруг увидел, как тот вместе с дежурной открывает ключом его привычный шкафчик. «Твое?» – спросила дежурная. «Нет», – удивился Тишкин. «Ты зачем в мой шкафчик полез?» – налетел с кулаками Гусочкин, как был в резиновой шапочке и полотенце. Он просто забыл, что сегодня переодевался в другом шкафчике. Определенно завязалась бы драка. Но Гусочкин вдруг остановился. Тишка тоже стоял, как вкопанный. В шкафчике сидела какая-то девочка в спортивном костюме и резиновой шапочке. «Это не мое», – попятился Гусочкин. «Ты чья?» Только и смогла сказать дежурная с ключами. «Ты как сюда залезла, горе луковое?» «Не хочу я в бассейн идти», – ответила девочка. «А вещи мои где?» – поинтересовался Тишка. «Наверное, я на них сижу». «Так слезай!» «Не могу!» «Не хочу в соревнованиях участвовать!» «Что ж мне теперь вообще домой не попасть?» «А ну, отдавай вещи!» – потребовал Тишка. «А почему в соревнованиях ты не хочешь участвовать?» «Проиграть боишься?» – спросил Данька. «Я ничего не боюсь. Все только соревнуюсь, соревнуюсь. А друзей-то нет. Одни только соперники. Не жизнь, а одни соревнования. Даже в кино не с кем сходить», – сказала девочка и выразительно шмыгнула. «Но это уже не дело», – сказала дежурная. «Давай, вылезай, я тебе чаю налью с конфеткой». «Ну, хочешь, я с тобой буду дружить?» – предложил Тишка. «Только вещи-то отдай. В одном полотенце мне дружить как-то непривычно». «А что, это только ты один? Я тоже хочу с ней дружить. У меня, может, тоже друзей нет. И вообще, зачем ты свои вещи в мой шкафчик положил?» – распетушился Данька. «А почему это он твой? На нем не написано. Обычный шкафчик, как все». Тут из шкафчика вылезла девочка. Она рассказала, что ее зовут Полиной. Мама у Полины оказалась известной пловчихой, а папа – известным пловцом. Полина тоже отлично плавала и приехала на соревнования. В раздевалке девчонки ей сказали, чтобы она плыла помедленнее, а то и так все время первая приплывает. А если опять быстрее всех приплывет, то они с ней дружить не будут. Поэтому Полина решила вообще в заплыве не участвовать. Хотела на трибуну пойти, но вход перепутала. Оказалась в мужской раздевалке. Куда деваться? Взяла и в шкафчик спряталась. «А как ты шкафчик-то открыла? Он же на код закрыт, не поверил, Тишка. Покрутила, чтоб 12-12 получилось. А он взял и открылся». «Откуда ты пароль-то узнала? У меня такой пароль, я свой набрала. Просто у меня день рождения 12 декабря. Вот и получается 12-12». «И у меня 12 декабря день рождения», – сказал Данька. «Вот так совпадение. А у тебя, Тишка, тоже что ли? Нет, у меня день рождения 12 января», – сказал Тишка. «А у моего папы 12 мая. Поэтому я два раза 12 набираю». С тех самых пор про шкафчик-драчуна все стали забывать. Может, из-за того, что Гусочкин перестал драться и подружился с Тишкой? Говорили, что Гусочкин тоже захотел стать программистом и пошел учиться в музыкальную школу по классу балалайки. А может, потому, что всех больше интересовали истории про Полину, которая пряталась в шкафчике и подружилась с Тишкой и Данькой, а потом стала известной плахчихой, как ее мама и папа, и точно поедет на Олимпиаду. А может быть, просто потому, что в бассейне появился шкафчик дружбы. Невероятный шкафчик, который умеет мирить врагов и находить новых друзей. Подальше от Яблочкина. Следующая остановка – Шарапова охота, произнес голос. Скоро приедем, подмигнул мне папа. Наконец-то каникулы! Это точно! Три месяца без Яблочкина! Это просто подарок! Ну-ну-ну! Твой Яблочкин за лето поумнеет, и первого сентября придет совсем другим человеком – взрослым и разумным. Что-то я сомневаюсь, но сейчас совсем не хотелось об этом думать. Деревни у меня друзья. Пойдем купаться на пруд, а может, на реку сходим. Наконец-то можно расслабиться. Шалаш построим, хорошо бы погода не подкачала. Хотя что мне эта погода? Будем дома сидеть, в поддавки играть или в крестики-нолики. А бабушка пусть свои сериалы смотрит. Главное, что без этого Яблочкина. Без этого вот «Здрасте вам! Яська-папуаска» и «Дай списать зубрила!» «Никакая я не папуаска!» «Яся! Серпухов! Выходим!» – вспомнил папа. Мы побежали к выходу. Сначала забыли один пакет. Потом подумали, что забыли Гомера. Но Гомер умный, он сам знает, когда выходить. И бежал рядом. Мы перешли с папой железную дорогу по высокому мосту и стали ждать автобус на автобусной остановке. Оставалось доехать до вечерей, и мы на месте. «Здрасте вам!» – услышала я за спиной. «Куда путь держишь, папуаска?» – произнес все тот же знакомый голос. Я обернулась и не поверила своим глазам. Передо мной с удочкой в руках стоял Яблочкин. На голове была надета кепка, а вместо привычной формы – джинсы и растянутая футболка с надписью «Плейстейшн». «Я вот к тетке в вечере еду, а ты?» Я ничего не могла ответить. Я поняла, что все лето проведу с этим Яблочкиным. А у меня ни юбки приличные, ни туфель. Да мне ему даже списать дать нечего. Какие контрольные летом! А я в другую сторону, впродвено! – соврала я и дернула за рукав округлившего глаза папу. Вот такие забавные истории рассказал о 5 МГ знаменитый на всю школу кактус-блогер. Хотите узнать, какие еще интересные события произошли в этом классе? Почему учитель географии Иннокентий Арнольдович хочет всю жизнь слушать лекции по биологии Инессы Васильевны? Как Пашка стал скафандровым модельером? Кто взломал электронный дневник и о чем мечтает сам кактус? Обо всем этом и многом другом читайте на страницах книги Екатерины Минаевой записки кактуса со школьного подоконника. Мы приглашаем вас в Каковинку за увлекательными книгами о школьных приключениях!